Всем доброе утро! Как это у тебя в фейсбуке мог охарактеризовать Ижевск? Город велосипедный, для этого создана целая инфраструктура, которая не просто поддерживается властью, но и даже развивается. Город комфортный, где в принципе можно было жить, и для этого есть целая теория, как развивать этот город. Как им удалось сделать его таким удобным? Я полагаю, что секрет, ну или не знаю, формула успеха взаимодействия власти и городских сообществ. Ижевске таким стало, сейчас прочитаю, Ассоциация развития города. Чем они занимаются, как они устроены, и самое главное, каким образом они работают, мы сегодня и расскажем. Ну что ж, должно быть интересно, давай посмотрим, что еще нам сегодня город предлагает. Естественно, сегодня мы должны проанонсировать субботние события, это фестиваль Вилли-Вилли, который пройдет на набережной Федоровского. В трех словах, моих любимых, стилем можно молодежно. Нам покажут, как создать воздушного змея, расскажут, что такое воздушная йога, многое другое, поэтому ждем. Сегодня пройдет церемония награждения призера финала международного конкурса Intel International Science and Engineering Fair, который проходил в Лос-Анджелесе до 16 мая этого года. Должно быть интересно посмотреть на этих молодых программистов и создателей железа. Ну и перейдем к новостям, которые, безусловно, вызовут обсуждение широкой в интернете. Компанию TripAdvisor подозревают в подделке рецензий. Возможно, часть из них написаны людьми, никогда не бывавшими в тех местах, о которых они писали. Также не всегда можно отличить отзывы обычных туристов от текстов, которые размещают хозяева гостиниц. Ранее антимонопольное ведомство взялось за сервисы бронирования Expedia и Booking.com. Им вменяют искусственное ограничение конкуренции. Expedia и Booking.com якобы заключаются отелями договора, по которым гостиницы не имеют права предлагать гостям более низкие цены, чем указано на этих сайтах. В том числе и через собственные системы бронирования. Это не позволяет потребителям выбрать наиболее выгодные предложения, считает итальянское антимонопольное ведомство. Россия запустила государственный интернет-поисковик. Поисковую систему «Спутник» разрабатывал Ростелеком. Кто бы еще. На главной странице можно ознакомиться с прогнозом погоды, телепрограммой, а также перейти в топ новостей. Поиск «Спутники» можно вести по картинкам и видео. Кроме того, на странице доступны сервисы «Удобная Россия», «Мой дом», «Лекарства» и «Финансы». Пока поисковик будет работать в режиме бета-тестирования, нижегородские пользователи уже заметили, что название нашего прекрасного города на главной написано с ошибкой. Сегодня в Арсенале стартуют необычные события – фестивали текстов об искусстве в Азаре. На протяжении трех дней книголюбов ждут встречи с писателями, критиками и публицистами. Кроме того, будет работать ярмарка, где можно будет приобрести книги ведущих российских издательств или редкие журналы, которые сложно найти. Отлично. Всем доброго дня. И смотрите Горький ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова